Всех приветствую на канале Компьютерная Академия. В сегодняшнем видео вопрос. Интернет-эксплорер в Windows 11. В Windows 11 Microsoft отказалась от браузера Интернет-эксплорер. И даже если скачать его с официального сайта и установить, то при запуске все равно будет запускаться Microsoft Edge. Однако в некоторых случаях Интернет-эксплорер может потребоваться. Некоторые сайты государственных и финансовых организаций требуют для работы именно этот браузер, а также установку дополнительных плагинов в нем. Что делать в этом случае? Итак, в этой секретнейшей инструкции мы подробно расскажем о том, как включить режим Интернет-эксплорер в браузере Microsoft Edge для отдельных сайтов, для целей открытия сайтов, требующих для работы Интернет-эксплорер, и, возможно, дополнительных системных плагинов браузера. Итак, поехали. Итак, первый вопрос. Включение режима Интернет-эксплорер в Microsoft Edge. Для рассматриваемых задач в Microsoft Edge в 11-й венде предусмотрен режим Интернет-эксплорер, позволяющий загружать отдельные сайты в новом браузере так, как если бы загрузка производилась из Интернет-эксплорера. При этом сторонние плагины, например, для работы с цифровыми подписями, поддерживаются. Итак, чтобы включить поддержку Интернет-эксплорера в Microsoft Edge, выполняем следующие шаги. Первое. Открываем настройки Microsoft Edge, используя меню, открывающееся по нажатию на три точки справа вверху окна браузера. Пункт номер два. Переходим в раздел настроек браузер по умолчанию, или просто вводим Интернет-эксплорер в поле поиска по настройкам. Пункт номер три. В разделе обеспечения совместимости с Интернет-эксплорером в пункте разрешения сайта перезагружаться в режиме Интернет-эксплорер устанавливаем разрешить, а затем нажимаем кнопку перезапуска браузера. Пункт номер четыре. После перезапуска Microsoft Edge вы сможете открыть нужные вам сайты так, как если бы они открывались в Интернет-эксплорере. Для этого достаточно нажать по кнопке режима справа от строки адреса. Если кнопка не отображается, ее можно включить в настройках браузера. Также пункт перезапустить в режиме Интернет-эксплорер для текущего сайта доступен в меню браузера. Удобно. Ну и по окончании нашего видео скажу следующее. Канал Ремонтка.про тестировал данную функцию и тест вполне работоспособен. Данную функцию тестировали с модулем для работы с электронными подписями и сайтом, который предназначен только для Интернет-эксплорера. Все работало исправно. Так что удачи нашим бухгалтерам, делопроизводителям. У нас все будет работать хорошо. То есть переход в одиннадцатую винду для наших руководителей вполне нормально. Можно сделать и все у вас будет работать. Еще раз добавлю. Одиннадцатая винда в данный момент немножко сыренькая, шероховатая, но подающая надежды. Наш канал о одиннадцатой винде очень много рассказывал, показывал. Рассказывал, как перейти с десятой винды правильной на одиннадцатую винду. Но вот последнее обновление принесли в систему все-таки сырость, сбойность определенную. Нюансы были с драйверами под видеокарту под одиннадцатую винду и так далее. Так что пока что мы вернулись на нашу десятую винду. Но будущее по-любому за нашей новой одиннадцатой виндой. Удачи вам! Это канал Компьютерная Академия и наш партнер сайт Remotka.pro Я думаю данная информация была вам полезна. Смотрите наш канал, ставьте нам лайки, делайте подписки. С нами будет интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!